Накануне в Обнинском музее открылась необычная выставка. Большинству работ, которые представлены на ней, не больше двух недель, а написаны полотна в одном месте, на территории дачи Морозовой. Выставка стала итогом пленэр-феста, который прошел в этом живописном месте 22 июля. Екатерина Замахина продолжит. Художественная выставка, посвященная даче Морозовой, проходит в Обнинском музее впервые. Экспозиция открылась в год 150-летия одного из владельцев этого уникального строения – Виктора Петровича Обнинского. И знаменательно, что наш пленэр прошел в домик, который именно он построил. Виктор Петрович Обнинский, хотя получил военное образование, но был и общественным деятелем, и писателем, и патрицистом. И он дружил очень со многими деятелями искусства, с художниками. Из четырех десятков картин, большая часть – совсем свежие работы. Они были написаны во время пленэра, который прошел на территории дачи 22 июля. Приняло участие 12 человек. Мы очень благодарны всем, кто, невзирая на погоду, ни на какие неприятности, работали. Мы создали замечательные, очень теплые, интересные произведения. Тогда на суд посетителей дачи Морозовой были представлены 15 работ, лучшие из которых выбирали тайным голосованием. Однако на этом история пленэр-феста не закончилась. Спустя пару дней музейщики получили еще одну работу, затем еще. Как выяснилось, художники писали эти виды еще неделю, приходя сюда поодиночке и небольшими группами. Так что мы ходили туда еще два-три дня, я потом там много вас встретил. Они постеснялись сейчас выставить свои работы, не будем показывать пальцем, вот я не буду разглашать. Но зато выставились молодые художники, у которых сейчас это практически первая серьезная выставка, так скажем. Они еще в таких выставках не участвовали. Андрей Романов, как и другие авторы, приезжающие в Обнинск и Сборовск, Малые Ярославцы и даже Подмосковного Протвино, выразили надежду, что в будущем пленэр будет выходить за рамки одного дня. К слову, многодневные фестивали уже в планах сотрудников Обнинского музея. Екатерина Замахина, Сергей Макрецов, Обнинск ТВ.